Добрый день, дорогие друзья! Записываю это видео с просьбой неравнодушным людям, я знаю, что такие есть, с просьбой о помощи. Ну, помощь не просто безвозмездная, а, соответственно, я поделюсь с вами своими наработками, информацией. Ну, более подробно сейчас я вам расскажу. Начну просто с самого начала. В 2016 году я приобрел земельный участок, на котором планировал организовать небольшое фермерское хозяйство по выращиванию огурцов, помидоров в теплице закрытого грунта круглогодичной. Соответственно, двумя годами ранее я познакомился с технологией вот этой круглогодичной теплиц, солнечного, так называемого, биловегетария. Он меня очень сильно заинтересовала эта идея. Я начал постепенно собирать информацию, воплощать, купил проект этой теплицы. В 2016 году, как я уже сказал, приобрел участок и на нем начал строительство. В силу определенных причин, которые сложились в дальнейшем, я смог реализовать только на этом участке фундамент. Частично его оградить забором. Дальше события начали развиваться таким образом, что у меня не получилось завершить это все. Вынужден я был остановить все эти действия, ввиду того, что рядышком с участками вдруг внезапно появился сибироязвенный скотомогильник. Начались судебные процессы. Вдруг с появлением сибироязвенного скотомогильника появились ограничения, соответственно, на ведение хозяйственной деятельности на участке. И вот участок был оставлен, к сожалению, в том виде, в котором он не завершенный. Сейчас я даже, кстати, вам это покажу. Вот я сейчас нахожусь на участке, как раз записываю это видео внутри машины. Вот видно, да, частично стоит забор. Он огорожен. Сейчас я выйду из машины. Вот, допустим, да, видно. То есть он огорожен частично забором, но не стоит ни обшит портмостивом. Вот здесь вот находится въезд на участок. Вот. И там вдалеке видно фундамент. Да, в таком состоянии я пока оставил. И вот сейчас вот на дворе 2020 год, весна, к сожалению, ввиду к определенной причине, я не знаю почему, забор начали воровать. То есть он у меня огорожен был с двух сторон углом буквой Г, то есть одна сторона и другая сторона. В итоге за буквально полтора месяца одну сторону практически полностью украли. Выдрали прямо из земли с корнем его. Вот лаги у него, в три лаги тоже все это украли. Выдрали с корнем. Откапывали прямо на глубину. И выставили прямо. Последняя кража. 30 столбов в три лаги. Вот здесь вот не смогли вытащить. Вот такие ямы урвы. Чтобы достать. Извергиваю. Я не знаю, как этих людей назвать. Варварь, не варварь. Просто больно, конечно, смотреть. Много труда было выложено в этот забор. Лично его сам готовил. Лично его весь забор целиком, все 400 метров обрабатывал. Красил, грунтовал. Использовал хорошие материалы, краски. Вот, допустим, краска достаточно качественная. Попалось, два слоя покрасил. И вот уже четвертый год забор стоит. И он практически, ну, там, только где-то местами чуть-чуть. Он даже не проржавел. То есть, вот те выступившиеся на фоне краски ржавчины. Это не ржавчина. Это как внутри изначально сразу проявилось. Когда после покраски. Вот в таком виде он находится. То есть, использовал качественные материалы. Что позволяет уже 4 года стоять. И краска не облазит. Вот, кому интересно, какие материалы я использовал. Что я вот, как бы, поделюсь с теми людьми, которые согласятся поучаствовать, скажем так, в моем предложении. Да, расскажу, поделюсь в индивидуальном порядке, кому это интересно. Я думаю, что это будет полезной информацией многим. Вот, о чем я хотел сказать. И вот сейчас пришла необходимость о том, что каким-то образом защитить участок. Участок находится в достаточно удаленном месте. То есть, здесь не проезжая часть. Здесь грунтовая дорога. Машин ездит не очень много. Но даже если ездит, то это никак не помешало, как я вижу, украсть забор. Вот, мало кто обращает внимание на то, что здесь происходит. И сейчас возникла необходимость в установке видеонаблюдения. То есть, я подумал, каким образом можно здесь обеспечить сохранность. Вот, и пришел к выводу, что здесь необходимо ставить систему видеонаблюдения на участке. Иначе по-другому никак не сохранишь. Ну, естественно, сейчас необходимость есть полностью, его частично хотя бы загородить, вот этот въезд на участок, который открыт. Чтобы каким-то образом ограничить доступ. А за забором поставить столбы и на них установить систему видеонаблюдения. Вот, и я обращаюсь к тем людям, которым интересна тема эта, интересно вообще вот это, каким образом это все организовать. Потому что я иду по пути, не делал никогда этого все, сейчас подбираю оборудование, устанавливаю. Участок достаточно большой, 4 гектара, и нужно обеспечить таким образом, подобрать оборудование, чтобы можно было увидеть любую точку участка, камеру, чтобы увидела. И зафиксировал в случае необходимости какие-то движения на участке, да. Также эта необходимость уже назрела год назад, потому что я высаживал на этом участке плодовые деревья, абрикосы, персики, сливы. И вот буквально там в прошлом году у меня начали их выкапывать, воровать с участка. Поэтому эта необходимость назрела уже давно, сейчас она уже вовсю кричит, потому что уже украли достаточно много забора, практически уже 200 метров выкопали. Вот, какое мое предложение? Если вам интересна эта тема, если вам интересна эта информация, каким образом организовать вот это все, или просто вы можете в качестве благодарности мне помочь, потому что как бы все стоит достаточно много денег, и чтобы обеспечить вот эту всю систему, то необходима определенная сумма, да, там, порядка 150-200 тысяч, более-менее, чтобы все это поставить под наблюдение. И сейчас я хочу предложить вам поучаствовать в этом. И я не просто вам прошу вас просто там каким-то образом помочь финансово мне, да, я в свою очередь, со своей стороны поделюсь с вами информацией о том, каким образом я это делал. То есть я раскрою всю информацию, каким образом я обеспечил видеонаблюдение на такой территории, какой я подобрал оборудование, каким образом монтировал, как это все расположил, каким образом обеспечить вот этот периметр охраны, да, каким образом обеспечить информационные сообщения о том, что, допустим, о пропадании сети, чтобы вы были в курсе всех событий, происходящих на участке, каким образом обеспечить бесперебойное питание камеры в случае пропадания центральной сети, каким образом обеспечить щиток от несанкционированного доступа, да, к внутрь щитка в случае попытки отключить электропитание, допустим, на участке. То есть все-все-все вот эти нюансы, я сейчас все это прорабатываю, составляю вот этот список, подготавливаю оборудование, какое необходимо закупить, как это обеспечить, также, каким образом это смонтируют на участке, какой нужен кабель, как его защитить, чтобы, как обеспечить, провести прокладку воздушной линии к столбам. Вот весь весь этот комплекс мероприятий, которые требуются для монтажа. Каким образом я это буду делать самостоятельно с помощью, в принципе, повторив мои действия с определенной степенью осторожности, вы сможете сделать то же самое, не привлекая там высококлассных специалистов, потому что я поделюсь этой информацией с вами. Вот. Что еще хотел бы сказать по этому поводу. Если вам информация эта интересна, и вы планируете там, может быть, сейчас, может быть, в будущем у вас тоже в планах подобные действия, скорее всего, многие, кто начинает свою деятельность на Земле, сталкиваются с подобными моментами. Ситуации бывают разные. Вот у меня такая ситуация возникла. Жизнь, она и жизнь. Поэтому, может быть, сейчас финансовые средства есть, а потом, получается, придется какую-то, возможно, стройку заморозить, а средства уже вложены, а система сохранности не обеспечена, вот как у меня получилось. И в итоге мне украли забор, я понес материальные потери, не только материальные, но и моральные, потому что, помимо того, что забор, это металл, краска и все остальное, это еще вложены были силы и средства. Мои личные, время и труд, которые я затратил на покраску забора, на закупку металла, на установку забора, это все временные затраты, временной ресурс, который не восстанавливается. Если у вас есть такая же необходимость в этом, то приглашаю поучаствовать. Если вы желаете просто помочь мне в качестве благодарности, я заранее вам благодарю за вашу поддержку, помощь, сумма может быть любой, по мере возможности вашей. Это не принципиально. Единственное, что вам просто, вы напишите мне сообщение по номеру телефона, вайбер, ватсап или телеграм, или на электронную почту, и я вам скину реквизиты, куда можно перевести вот эту помощь благотворительную для осуществления этого проекта. А потом, после того, как я все это дело подготовлю, все материалы смонтирую, видео, да, и пришлю вам ссылку, всем, кто вот, интересно, кому кто напишет, да, кто поучаствует со мной в этой, поможет мне в этом, в реализации этого всего задуманного. Я пришлю ссылку на это видео. Плюс все, кто будет как бы вместе со мной поучаствует, вы получите от меня консультационную поддержку по решению тех или иных вопросов в качестве организации данного видеонаблюдения, ограждения и всего остального, да. То есть вы сможете мне позвонить, по вайберу, ватсапу лучше звонить, да, чтобы я по ним и не тратить, да, деньги, потому что, может быть, другие регионы. И я вас проконсультирую. Это, возможно, какая-то индивидуальная ситуация у вас на участке, возможно, какая-то там еще моменты тонкости у всех разные, поэтому какая-то индивидуальная консультация будет требоваться, да, и вы сможете мне позвонить. Я в силу своих знаний и опыта полученного вас проконсультирую. Если, как бы, что-то, может быть, не знаю, то, возможно, я посмотрю или, может быть, в процессе узнаю, я вам напишу, сообщу об этой информации. Ну, вот, в принципе, в общем, в чертах все, что я хотел вам сказать и о чем попросить вас, да, об этой помощи. И если вы хотите, желаете в этом поучаствовать, то я в любом случае вас всех благодарю за то, что вы посмотрели это видео до конца, за то, что пообщались со мной эти 10-12 минут, да. Ну что ж, на этом, наверное, все. Пишите, если есть вопросы, звоните, поговорим, пообщаемся. Я желаю вам великолепного дня, подписывайтесь на канал. К сожалению, сейчас на канале выходит не очень много видео, потому что вот полностью целиком грузился вот в этот забор и совершенно нет времени, потому что вот надо поймать этих тех людей, которые это совершают. Все-таки вор должен сидеть в тюрьме. У каждого есть вторая степень осознанности, понимания тех или иных процессов. Поэтому здесь, в данном случае, только как бы наказание хотя бы такое. Восстановить забор, я так полагаю, именно тот, который у меня был уже, скорее всего, невозможно, потому что неизвестно, где он уже находится. Хотя бы вернуть, да, часть. Но в то же время будем, я думаю, что этот вопрос решится в лучшую сторону. Богоприятно. Ну, на этом уже все. Я желаю вам великолепного дня. До встречи в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok